Большая часть истории клуба юных моряков Юрьевцы – борьба за существование. За 25 лет функционирования объединения его не один десяток раз пытались закрыть. И все-таки ликвидировали летом этого года. Бывшие воспитанники и преподаватели не оставляют попыток восстановить работу клуба. В лучшие времена морскому делу здесь обучали более двух сотен воспитанников. Мы писали губернатору Ивановской области, они нам отвечали. Не устраивает то, что ничего не делать с нашими властями, наверное, скорее всего, юревецкими. Хотим, чтобы работал клуб, как работал раньше, но, наверное, это уже не будет. Хотя бы сделали так, чтобы он существовал. Просто существовал как отдельная организация, не подлазный дюдс. Сначала у клуба отобрали вот это здание. Зачем и кому оно мешало – непонятно. Ребят переселили в более стесненные условия. Затем объявили о необходимости работать по лицензии. Под этим предлогом клуб расформировали, его воспитанников передали под крыло детско-юношеского центра. Сегодня здесь, в дюдс, вновь открывается клуб моряков. Только бывшие педагоги уверены, что сделано это лишь для галочки. Дюдс не в состоянии содержать боржу, катер, оборудование, ялы. Это требуется ремонт, требуется регистрация в ГИМСе, Государственная инспекция по маломерному флоту. Много условий по технике безопасности, ведь все-таки в море, можно сказать. Бывшие воспитанники и педагоги приходят на причал и смотрят, как гоняет достояние клуба. Имущество, которое способно было вывести объединение на самоокупаемость. Даже денег у властей не пришлось бы просить. Клуб мог существовать за собственные средства. Рассказывают активисты про важную социальную составляющую функционирования клуба. Его раньше посещали дети из неблагополучных семей, проникались волжской романтикой и перевоспитывались. Дети остались, получается, и без дома, и без денег, которые были выделены на ремонт здания. Это, в общем, больше всего возмущает. Ну, если ничего не делать, то, скорее всего, наверное, медленно будет умирать, если ничего не делать. У детско-юношеского центра нет спортивного направления, тем более морского. Кто будет учить детей, непонятно. Бывший преподаватель морского дела Владимир Сергеевич уверен, в действиях властей прослеживается коррупционная составляющая. Есть подозрение, точнее, в том, что хотят завладеть имуществом клуба. Имущество лакомое у нас сейчас перевозки на Сафово-строва. Сафово-строва, вы знаете эти острова, это, в общем-то, наша жемчужина для отдыха. Стоит где-то тысячи рублей с человека, а вот к осени и до двух тысяч доходит. Так что совсем неплохо бы тут, конечно, кому-то прибрать эту базу. Новую волну негодования вызвало объявление, размещенное на одном из сайтов. Здание клуба продают без посредников за 9 миллионов рублей. Активисты Совета ветеранов клуба немедленно обратились в областную прокуратуру. Вспоминается знаменитая история, когда закрывали центр детско-межского туризма, где само по себе здание понадобилось фармацевтической фирме, которая там, собственно говоря, сейчас и находится. При этом другая половина здания осталась гостиницей. И всем было понятно, что центр был закрыт для того, чтобы отобрать здание. Вот здесь, возможно, аналогичная история, что кому-то понадобилось здание, кто-то его реализовал. Активисты Союза ветеранов клуба готовы дойти до федеральных надзорных органов. У юревецкой молодежи не так много возможностей скрасить досуг и обзавестись полезными навыками. Терять буквально последнюю из них – настоящее преступление. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова, Юрьевец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова